Новогодняя сказка В центральной районе библиотеки Иглино открылась выставка работ школьников и воспитанников детских садов. Все подделки ребята изготовили в рамках района акции «Зеленый нимб». В библиотеке поселились елочки из ниток, шишек, металла, снеговик из стаканчиков, сказочные часы, волшебное дерево и рождественский венок. А ребята из подготовительной группы детского сада номер 3 принесли свои новогодние рисунки. В Благовещенске пройдет забег желаний. Ежегодно 1 января тысячи людей собираются по всему миру под флагом «I love running». Участники акции должны написать на своих номерах обещание для наступающего года и пробежать 2019 метров. Принять участие в забеге может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, указанном на экране. Мероприятие пройдет 1 января в 12 часов дня. Сбор на площади ГДК. В Кармоскалах спустя много лет показали первый фильм. 26 декабря в Дворце культуры открыли кинотеатр и молодежный центр. Гостей поприветствовал глава района Альфир Сабиров. Мы открываем наш современный модернизированный кинозал, который соответствует всем запросам современной молодежи. Жители долго ждали этого события. Специально закупили звуковое оборудование, современные экраны и мягкие кресла. Зал рассчитан на 250 мест. Здесь кармоскалинцам покажут последние фильмы, которые вышли в прокат. Увидят они и шедевры мирового кинематографа. Первый сеанс начался сразу после открытия. Зрителям показали фильм из Уфы с любовью. Кинотеатр будет работать и в новогодние праздники. В день будет три сеанса. Стоимость билетов от 100 рублей. Также в этом здании на втором этаже открыли культурно-образовательный молодежный центр. Здесь есть комната робототехники, компьютерный кабинет, планшет для рисования песком и стол с мини-хоккеем. То есть очень-очень много полезных вещей, которыми можно будет занять себя на наших каникулах, на ваших каникулах. Поэтому всех вас здесь очень ждем, всех вас здесь очень хотим видеть. Жители Кармоскалов могут попробовать создать свои мультфильмы или заняться киберспортом. Для посещения центра необходимо записаться заранее, вход будет платный. Чешминский кризисный центр «Мать и дитя» проводит благотворительную акцию «Новогодняя сказка». Осталось последнее воскресенье, когда жители могут подарить частичку счастья, добра и радости детям, получающим помощь в центре. В дар принимаются сладости, новогодние подарочные наборы, игрушки и праздничная атрибутика. Центр работает каждое воскресенье с 10.30 до 13.00 по адресу улицы Ягодная, 16, в здании воскресной школы Храма Успения Пресвятой Богородицы. Подробную информацию можно узнать по телефону 8-967-788-7028. В Языково состоялось театрализованное представление встречи зимы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Его провели Благоварская модельная библиотека и сельский дом культуры. Все ребята обрадовались встрече со сказочными героями. Детишки разгадывали загадки и участвовали в конкурсах. Праздник завершился игрой «Кто во что гораст», где ребята читали стихи и пели песни. Селы Кушнаренковского района получили школьные автобусы. На замену старому транспорту в село Старые Тукмаклы прибыл новый пазик на 12 мест. А гимназия Кушнаренкова получила форт на 14 мест. Также в ближайшее время новые автобусы приедут в школы сел Старые Камышлы и Старо-Курмашево. На сегодня это все новости. А сейчас переходим к прогнозу погоды. Я благодарю вас за внимание. Смотрите нас каждый день на республиканском телеканале ЮТВ и на сайте ЮТВ.ру. Поделиться своими новостями вы можете в наших группах в социальных сетях или же рассказать их менеджерам в офисах компании Уфанет. Всего доброго и до свидания.